Доброго дня, друзья! Хотелось бы затронуть тему домашних Wi-Fi роутеров. Мы используем их каждый день для просмотра видеоконтента, игр и для работы из дома с доступом зачастую к весьма чувствительным корпоративным данным. Многим, например, как и мне, качественный домашний интернет в комбинации с большим экраном и вовсе заменил телевизор. Вот несколько простых советов, как сделать домашнюю Wi-Fi сеть безопаснее. Первое. Обязательно поменяйте пароль доступа к настройкам роутера, он же веб-интерфейс, со стандартного. Он, как правило, 1234, админ или название бренда роутера. Для этого наберите в адресной строке IP-адрес на любом устройстве из любого браузера. Его можно уточнить в инструкции производителя. Как правило, это 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Далее вводим плагин, пароль, опять же из инструкции для роутера. Находим меню администрирования и меняем пароль. Здесь важен больше даже сам факт смены пароля, а не его сложность. Второе. Поменяйте стандартное название Wi-Fi сети. Оно видно всем вашим соседям и не только. А также установлены по умолчанию пароль к Wi-Fi. Почему это важно? Даже просто имя сети может выдать название вашего провайдера и тем самым модель и типовые параметры роутера злоумышленнику. Для этого не покидайте настройки роутера из первого совета, найдите меню настройки Wi-Fi и поменяйте название или SSID со стандартного на свое собственное. А в настройках безопасности выберите тип аутентификации WPA2-PSK и придумайте не очень простой пароль. Ведь в случае использования просто имени вашего ребенка или клички питомца к вашей Wi-Fi сети легко сможет подключиться недоброжелатель. Смотрите безопаски и оставайтесь в безопасности. Практически любой современный человек привык совершать оплату при помощи банковской карточки. Можно ли обезопасить себя и свои денежные средства от противоправных действий мошенников? Для этого существует довольно большое количество способов. Самостоятельно изолируйте ее металлическим материалом. Это может быть простая фольга для запекания или фольга от пачки сигарет. Но металлизация должна быть с двух сторон. Вот так. Но зачем мучиться, когда существуют специальные аксессуары для защиты карты? Надежный метод защиты персональной информации заключается в хранении карты в специальном экранирующем чехле с блокировкой от считывания. Подобная технология имеет ряд преимуществ по сравнению с простой пищевой фольгой. Она предотвращает случайное списывание денежных средств с карточки, блокирует считывание персональной информации. Злоумышленники не сумеют сфотографировать или скопировать реквизиты вашей карты. Ну и, наконец, магнитная полоска и платежный чип защищаются от повреждений и царапин. Я пользуюсь таким чехлом. Я хочу поговорить о принтерах. Точнее, о документах в принтерах. Одну секунду. Я вам кое-что покажу. Мы находимся в здании РЖД, а это принтеры, которые находятся в публичном доступе. Я являюсь арендатором этого помещения. Ко мне часто приходят мои партнеры, и они задают меня все время один и тот же вопрос. Почему сотрудники РЖД оставляют свои документы в общественном холле, в принтерах общественного холла? И эти документы содержат персональные данные, содержат финансовые данные. Вот здесь акт о ковиде и о болезни сотрудников. Вот здесь находится урночка. Здесь у нас выполнение бюджета. И все вот в таком вот свободном доступе. Коллеги, если вы находитесь, если вы работаете в каких-то крупных компаниях, я вас очень прошу, не оставляйте свои документы в общественном принтере, который находится в холлах общественного доступа. То есть это ваш документ, который я вам показывала, он содержит персональные данные. Важные документы не должны храниться и находиться в публичном доступе. Будьте бдительны. Будьте бдительны.